Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить картошку в духовке, похожую на деревенскую. Будем готовить сразу два подноса, так как эта картошка получается очень вкусная. Мы ее уже пробовали. Итак, приступим. С чего мы начнем? С того, что у нас есть из продуктов. Именно, картофель мытый, соль, перец черный, перец красный, укроп, чеснок и оливковое масло. Итак, первым делом, что нам нужно, это добавить в наш тазик, в котором мы будем перемешивать картошку. Это 100 грамм масла оливкового. Здесь мы в плюце подготовили полторы чайные ложки красного перца, полторы чайные ложки черного перца и пол столовой ложки соли. Все ингредиенты можно менять. Их количество варьируется во вкус. У кого-то нравится более острая, а пища кому-то менее острая. Далее мы приступаем к нарезке укропа. Укроп тоже берем на глаз, но у нас здесь довольно хороший пучок. Итак, вот мы и порезали укроп. Сейчас мы его высыпаем в тазик. И сейчас приступим к нарезке чеснока. Мы взяли целую головку чеснока и сейчас мы ее будем перерезать. У кого есть чеснокодавка или терка, вы можете воспользоваться ей. Здесь все дело вкуса. Итак, мы подготовили чеснок и сейчас мы его высыпем к остальным ингредиентам. Далее все получившуюся массу мы перемешиваем до примерно неоднородности. Когда это все перемешается. И дадим соли раствориться. А пока соль растворяется, мы нарежем картофель. Картофель мы предварительно помыли. Очищать от кожуры мы его не будем. Итак, вот мы и перерезали часть картофеля. Мы перерезали специально только часть его. Так как будем подрезать по мере надобности, чтобы заполнить два наших противня. Итак, сейчас мы будем перемешивать картошку в нашей подготовленной смеси до того, пока она вся не обвалится в ней. И после этого мы будем ее выкладывать на нашем противне. Выкладывать ее нужно на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы она не соприкасалась одна с другой. Чтобы она пропеклась хорошо и была с некой зажаренкой. Также степень прожарки картошки вы можете регулировать временем, на которое вы ее оставите в духовке. Итак, вот такой результат у нас получился. Мы выложили картошку на противень. Остатки из тары мы распределили просто по поверхности картофеля. И сейчас мы отправим нашу картошку в предварительно разогретую на 200 градусов духовку. Отправляются картошки туда на 45-50 минут. У нас два подноса и мы поменяем их местами примерно через 30 минут. Итак, по истечению 50 минут мы выключаем духовку. Через 35 минут, как мы ее поставили, мы поменяли подносы местами. И сейчас уже будем доставать. Такая аппетитная картошечка у нас вышла. Сейчас мы ее переложим на блюдо и приступим к дегустации. Итак, вот такое блюдо у нас получилось. Мы его слегка посыпали укропом для придания ему лучшего вида и более насыщенного вкуса. Кто-то для такого картофеля готовит соуса разнообразный, но нам же больше по вкусу такая картошка с селедкой или хамсой. В данный момент у нас есть соленая хамса, которую мы солили сами. Как ее посолить вы сможете найти в подсказке или я оставлю ссылку в описании. Ну что, приступим к дегустации. Без грамма превовеличения скажу вам, что это отличное вкусовое сочетание соленой хамсы с картошкой. Сделал приготовленный в духовке нашим способом. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. До новых встреч, друзья!